Всем привет! Сегодня мы с вами обсудим новинки Лореаль. Лично я обожаю такие видео, потому что мне кажется, Лореаль это такой универсальный бренд, который доступен абсолютно всем. Независимо от того, где вы живете, в большом мегаполисе или в маленьком каком-то городке или деревне, Лореаль есть везде. Даже, мне кажется, на самом краю света. Так вот, сегодня мы с вами посмотрим, что новенького у них вышло. И без лишнего промедления давайте приступать. У Лореаль вышли новые однушки теней. И вообще там в линейке огромное количество оттенков. Но так как однушки это всегда дорогое удовольствие, конечно же, скупать их прям все не имеет смысла. Есть смысл выбирать те оттенки, которые, возможно, уникальны или которых вам не хватает в вашей общей коллекции косметики. Вообще эти тени называются Oil Eyeshadow. У нас они, по-моему, как-то называются Color Queen Eyeshadow. Ну, короче говоря, выглядят они вот так вот. Я себе взяла только два оттенка, которые мне показались наиболее интересными. И по факту я поняла, что здесь один из них супер редкий и действительно интересный. А второй такой, скажем так, который встречается обычно в разных палетках. И вот тот, который уникальный, это оттенок, который называется Power House. Это матовый серо-коричневый оттенок, который идеально просто работает, как транзитный оттенок в холодных растушевках. Это очень холодный и, в принципе, достаточно светлый оттенок. То есть в растушевке вы не получите настолько насыщенный оттенок. То есть, скорее всего, это будет ваш транзитный цвет, то, с чего вы будете начинать растушевку. Я считаю, что он просто потрясающе дополняет любой макияж в холодной гамме. И, как видите, тени эти у меня не так, чтобы и давно, но я уже достаточно прилично так затерла этот рефил. Мне кажется, я им пользовалась уже раз 15, наверное, точно. Сейчас на рынке действительно преимущественно доминируют теплые оттенки. И если вы искали что-то холодное, то вот это вот очень хороший вариант. Что касается второго оттенка, который называется Almighty, то он, ну, я бы не сказала, что какой-то особенный. Если у вас нет в такой гамме металлика, и вы бы хотели его приобрести как отдельную единицу, то, может быть, я бы могла его советовать. Это такое классическое розовое золото. Симпатично выглядит. Я не могу сказать, что это плохой оттенок или плохое качество. Просто таких теней в моей коллекции, по крайней мере, уже полно. Ну и вот, сейчас у меня на веках только исключительно вот этот вот серо-коричневый оттенок. Мне кажется, это идеальное начало растушевки. То есть дальше, по логике вещей, нужно двигаться в холодной гамме. И сейчас было бы классно углубить эту растушевку какой-то соответствующей гаммой. Если вот так вот просто оставить один оттенок, на мне лично это выглядит немножко болезненно, как мне кажется. Потому что у меня более теплая кожа. И вот такой вот оттенок сам по себе, без полноценного макияжа, выглядит так, как будто у меня какие-то уставшие глаза. Но, тем не менее, если у вас холодная внешность, вам 100% понравится этот оттенок. Даже вот просто быстро вот так вот складку нанести, дополнить чем-то еще, или металликом, или каким-то матовым оттенком. И вот такой вот макияж на скорую руку у вас готов. Что касается этого металлика, то его, на мой взгляд, лучше наносить либо пальцем, либо с помощью влажной кисти. Потому что вот эта маслянистая текстура, о которой они говорят, ну почему, собственно, и называются эти тени Oil Eye Shario, то есть масляные тени. То есть, когда даже пробуешь пальцем эти тени, такое впечатление, что это некий гибрид между сухой текстурой и кремовой. По типу, как у Colourpop их Super Shock Formula. И когда набираешь пальцем, вот насыщенность очень сильная и в то же время переносится это достаточно выразительно тоже на века. Но если набирать просто сухой кистью из-за того, что это такая масляная текстура, кисть просто-напросто будет как поглаживать эту формулу и пигмент не набирать. Это особенность всех таких вот масляных теней. Это не значит, что тени плохие, это значит, что их просто нужно уметь набирать. Я, как обычно, возьму свою плоскую кисть из натурального ворса и для того, чтобы их набрать, нужно вот так вот поевозить кистью вперед-назад. Тогда набирается достаточно много на кисть. И после этого я еще люблю сбрызгивать это все фиксирующим спреем. У меня конкретно Colourpop. Но абсолютно не важно, какой бренд вы будете использовать, можно даже воду брать. Ну и, как видите, с таким способом нанесения проблемы с пигментацией у вас точно не будет. И перед тем, как мы с вами пойдем дальше, начнем красить нижнее веко, мне нужно нанести консилер. Но до консилера я хочу нанести праймер. Это тоже новинка от L'Oreal. Вот такой вот праймер в капельках. Называется он Infallible Magic Essence Drops. Выглядит, конечно, он дико странно. Это такой насыщенный голубой праймер с огромным количеством блесток в середине. Такое впечатление, что, ну, крашу он тебя совершенно не сделает, особенно учитывая его цвет. Но на самом деле, как говорит L'Oreal, это специальная их технология, что как бы синий должен вас освежать. Хотя на самом деле вы этого синего на лице не увидите. Конечно же, он наносится как более прозрачная субстанция. И мне кажется, что все освежение здесь идет только исключительно за счет вот этого огромного количества блесток в середине. Потому что, если посмотреть на его состав, то тут состав вода, дальше второй ингредиент спирт, потом глицерин, бутиленгликоль, пентиленгликоль, каприловый гликоль. Короче говоря, здесь особо ничего такого полезного для вашей кожи нет. Есть здесь гиалуроновая кислота, есть здесь несколько экстрактов. И в принципе они не так, чтобы прям в самом конце списка, где-то приблизительно посерединке в формуле. То есть легкое увлажнение этот праймер может нести. Но опять-таки меня лично смущает спирт в составе, потому что если он на втором месте после воды, его здесь значит огромное количество. Но давайте мы с вами по инстаграмному сегодня сделаем. Буду плакать голубыми слезами. И воняет тоже спиртом это все дело. Ну что, я хоть на капельку посвежела. Также после этого праймера кожа остается достаточно липкой, что в принципе неплохо, если вы сверху наносите тональную основу. Потому что тональный при этом очень хорошо липнет к такой текстуре и лучше держится. Особенно в такую жару это очень актуально, потому что если праймер наоборот очень скользкий, то в жару он будет с вас просто сползать моментально, как только вы выйдете на улицу. А на нижнее веко я сейчас быстро нанесу тот же металлик, который мы наносили с вами на подвижное веко. Накрашу ресницы тушью и будем с вами двигаться дальше. Мне кажется, сегодняшнее видео получается просто каким-то супер динамическим. А все потому, что, по-моему, я переела сладкого перед съемкой. И у меня сейчас такой какой-то заряд энергии. Мне хочется дальше больше, быстрее, погнали, погнали. Так вот, переходим с вами к гвоздю сегодняшней программы. А именно новому бибикрему от L'Oreal, который называется BB Semagic. Я уже как-то вам рассказывала, что средства от L'Oreal вот в такой вот упаковке вызывают у меня дикий ужас, потому что я около года назад нарвалась на их бонжур нудисту, который должен был быть легким бибикремом. Но на самом деле это было самое ужасное тональное средство, которое я только, по-моему, в своей жизни пробовала. И вот этот бибикрем они выпустили в абсолютно идентичной упаковке. Я себе взяла, кстати, оттенок Light. И, честно говоря, я не знала, чего ожидать от этого средства. Нужно было пробовать. Я, конечно же, попробовала. И могу однозначно сказать, что этот бибикрем понравится тем, кто любит бибикремы в классическом европейском понимании. Что-то такое легкое, что можно нанести с утра, даже руками распределить. И не даже руками, а только руками. Потому что у этого бибикрема белый цвет и пигмент в нем инкапсулирован. То есть, как только вы начинаете надавливать на эту формулу, эти капсулы лопаются. Ну и, соответственно, вы получаете тот оттенок, который в него заложен. Они любят это называть, что бибикрем подстраивается под оттенок вашей кожи. На самом деле я не считаю, что там что-то подстраивается. Просто пигмент начинает проявляться после того, как вы лопаете капсулы. И из-за того, что текстура такая полупрозрачная, естественно, он будет сливаться более-менее с вашей кожей. Но если вы возьмете неподходящий вам оттенок, например, не light, а там dark какой-нибудь, то, конечно же, ничего там с вашей кожей не сольется. Как я и сказала, этот бибикрем понравится тем, кто любит быстрый макияж. Кому с утра нужно вот так вот быстренько что-то нанести, может подкрасить ресницы и побежать. Если вы любите тональные основы, именно полноценные, то вам это средство не понравится, потому что оно не принесет вам ожидаемый эффект покрытия, стойкости и так далее. Это очень легкое средство, я бы даже сказала легчайшее. Освежает общий тон лица, может быть, выравнивает общий тон лица и все. Единственное, что меня в нем раздражает, это то, что его довольно долго нужно массировать в коже, пока вот этот пигмент, вернее, пока вот эта белизна не исчезнет и полностью не проявится пигмент. Но ощущения после нанесения достаточно приятные. Это такая, знаете, как бархатная кожа. Естественно, это все за счет силиконов и прочих ингредиентов, которые сюда входят в состав. То есть ничего магического в плане состава здесь нет. Но, как я уже и сказала, наносится приятно. Это не бунжур нудиста ни в коем случае. И вот после того, как исчезает вот эта вот белая пленка, SPF-образная на вид, все становится хорошо. И ручки у меня сейчас все покрыты тоналкой. Именно поэтому я просто ненавижу наносить тональные средства руками. Ну и вот вы сейчас можете оценить результат. Конечно же, лицо посвежело, тон выровнялся. Меня этот результат вполне устраивает, потому что, если бы у меня были больше проблемы на лице, больше пигментных пятен или больше следов акне или само акне, то, конечно же, мне было бы недостаточно этого покрытия. И вообще, в принципе, общий вид вряд ли бы меня устроил. Но, как я и сказала, если вы любитель легких бибикремов, которые вот так вот чик-чик-чик быстренько нанес и побежал, вам это средство понравится. Оно нормальное, оно приятное, оно красиво выглядит, неплохо держится на протяжении дня. У меня к нему претензий нет, если вы понимаете, что конкретно вы покупаете. Единственное, как я и сказала, меня раздражает способ нанесения, но это дело предпочтений. Я знаю, огромное количество из вас любят наносить тональные основы руками, поэтому здесь как бы каждому свое. Если вы думаете, что у вас получится нанести это средство спонжем, то я вас сразу разочарую, нет, не получится. Потому что для того, чтобы вот эта белая жижа превратилась в оттенок вашей кожи, нужно достаточно сильное давление на кожу, то есть это такие массирующие именно движения. Спонж это очень легкие, такие похлопывающие движения. Можно справиться с помощью кисти, но кисть, мне кажется, будет более агрессивно воздействовать на кожу, больше ее растягивать. Руки, как мне кажется, ближе к телу, то есть вы как будто лучше контролируете соприкосновения, хотя тоже кожа растягивается. Ну а сейчас я закончу макияж и вернусь к вам для подведения итогов. Что же у нас в сухом остатке? Давайте сразу пройдемся по биби-крему. На нем закончили с него и сейчас и начнем. Я считаю, что это неплохой результат, средство недорогое, и если вам нравится такой тип средств, то вам, скорее всего, и этот биби-крем тоже понравится. Это не корейский биби-крем, у него не плотное покрытие, у него нет какой-то феноменальной стойкости, но в то же время это просто приятное средство для того, чтобы быстро сделать макияж и остаться довольным результатом. Что же касается теней, то я вам очень советую внимательно рассмотреть всю растяжку в линейке, и если в этой растяжке вы найдете какой-то оттенок, который будет уникальным для вашей коллекции, тогда стоит купить, потому что качество теней неплохое. Очень советую присмотреться вот к этому оттенку Powerhouse. Для меня это реально уникальный оттенок, я на 100% уверена, что он у меня останется, что он не заваляется, что я буду им пользоваться. Вообще, мне очень хочется отковырять сейчас вот этот трофил и вставить в магнитную палетку. Вот это для меня было бы вообще идеальным решением. Может быть, я так и сделаю по завершении этого видео. Но однозначно вам хочу сказать, если вы искали классный холодный матовый серо-коричневый оттенок, вот он. Ну, а вот это, на мой взгляд, больше игрушка, чем действительно работающее средство. Я бы не сказала, что это увлажняющий праймер. Есть и гораздо лучше увлажняющие праймеры и в этой же ценовой категории. Я бы не сказала, что это праймер для того, чтобы стойкость увеличивать. Потому что, опять-таки, в этой же ценовой категории есть и лучше. И в то же время вот эта вот вся фишка по поводу голубого цвета, ну, я бы не сказала, что реально есть какая-то разница. Если посмотреть на до нанесения и после нанесения, ну, может, слегка более блестящим лицо стало. Но, опять-таки, за счет вот этого шиммера в составе, скорее всего, нежели за счет вот этого голубого цвета. Если вы что-то пробовали из этих средств, или вообще, в принципе, из новинок L'Oreal, которые сейчас появились, мне тоже очень интересно узнать ваше мнение о новом жидком хайлайтере, который тоже вот в такой вот похожей упаковке. Мне он не попался, поэтому, к сожалению, на него сегодня обзора не будет. Но, может быть, чуть попозже я его себе возьму и тоже обязательно упомяну на своем канале. В общем-то, если вы пользовались новинками, то обязательно пишите свои отзывы в комментариях. Мне кажется, это очень круто дополнит этот обзор. А на этом у меня все. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Как всегда, не забывайте поставить палец вверх, если так и было. Если вы впервые на моем канале или еще не подписаны, обязательно подписывайтесь. Это легко можно сделать, нажав на круглую иконку вот здесь вот. И YouTube сейчас предлагает вам другие мои видео. Если вы их еще не смотрели, можете сейчас посмотреть. А если смотрели, то да, мы, как всегда, с вами встретимся в моем новом выпуске через несколько дней. Спасибо.